Девочка Жила-была девочка, и звали её Красная Шапочка. Ну, потому что она всё время носила красную шапку. И зимой, и летом. Однажды мама попросила Красную Шапочку отнести больной бабушке в гостиницу. Взяла девочку корзинку с пирожками и пошла. Идёт она, идёт по лесной тропинке, а пирожки так вкусно пахнут. Вот девочка и говорит, сяду на пенёк, да съем пирожок. А тут мимо неё прокатился кто-то. И бум, прямо в дерево. Да это ж Клобок, сидит и головой мотает. Ну, вообще-то у него только одна голова и была. Ни ног, ни рук. Подняла его Красная Шапочка. А Клобок и говорит человечьим голосом. Не ешь меня, девочка, я тебе песенку спою. Кто ж тебя есть-то будет? Ты ж по грязной земле катался. Возьму-ка тебя я лучше к бабушке. Может, для чего-нибудь изгодишься. А волк за кустами сидел и всё слышал. Решил он съесть всех. И Шапочку, и бабушку, и даже Клобка. А бедная бабушка лежала на кровати и болела. И очень удивилась, когда в её дверь постучали. Что там? Спросила бабушка. Это я, твоя внучка Красная Шапочка, пришла. Проручал волк. Дёрни, деточка, за верёвочку, дверь и откроется. В общем, слопал бабушку серый разбойник. Только очки да чепчик выплюнул. Облизнулся волк и стал внучку поджидать. Притворился он, значит, больной бабушкой. Чепчик натянул, очки нацепил. И только укрылся одеялом, как в дверь постучали. Туда? Спросил он. Это я, твоя внучка Красная Шапочка. Дёрни за верёвочку дверь и откроется, сказал волк-бабушка. Девочка вошла, поставила корзинку с колобком на пол. Бабушка-бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? Чтобы съесть тебя. Крикнул волк и проглотил Красную Шапочку. Испугался колобок. Завизжал от страха. И как прыгнет из корзинки. А волк его на лету поймал. И тоже слопал. Лежит волк, пошевелиться не может. Стонет. Разве же можно всех подряд есть? Конечно! Вот живот и разболелся. А потом вдруг стал надуваться, превратился в огромный шар. И бах! Лопнул. Выскочили оттуда бабушка, Красная Шапочка и колобок. Бабушка с ночкой смеются, обнимаются. А колобок к окну подкачился, вскочил на подоконник и был таков. Катится он по дорожке, а навстречу ему лиса. Ну, колобок опять свою песенку запел. А лиса и говорит. Ох, старая стала, плохо слышу. Сядь ко мне на носок, да пропой еще разок. Прыгнул ей на нос колобок и запел. А она его хам и съела. Вот и урок этому колобку. Ведь тебя уже один раз съели. Что же ты к незнакомым лисам на нос прыгаешь? Продолжение следует...